Митинг у памятника воинам-интернационалистам собрал в парке выпускников учебных заведений Московского района, которых в этом году более полутора тысяч. Особую гордость вызывает тот факт, что среди них почти 90 медалистов, юношей и девушек, активно занимавшихся изучением всех дисциплин, при этом получивших по ним прочное знание. Конечно, сложно было бы представить все эти достижения без того фундамента, который для молодежи создали и завещали ветераны Великой Отечественной войны, а также поколения тех, кто выполнял свой интернациональный долг. Солдаты войны в Афганистане. Торжественным маршем по одной из самых больших улиц города прошли отличники учебы, активисты в общественной жизни школы района области. Каждый из этих ребят уже смог себя проявить. Хорошим толчком для такого саморазвития стали наставления педагогов и, конечно же, их личный пример активной гражданской позиции. Было очень много событий, очень много конкурсов. Мне очень нравилось учиться в моей гимназии, так как она стала вторым домом для меня. Учителя стали вторыми мамами, потому что в гимназии царит такая душевная атмосфера. Радостные и в то же время грустные выпускники. По-особенному родные педагоги и, конечно же, родители. Благодаря общим усилиям всех этих людей, школьные годы у ребят были по-настоящему чудесными. Все они вложили частичку своего труда, любви и терпения в то, чтобы этот день настал. За спиной бессонные ночи и непростые школьные будни. Впереди непростая, но очень насыщенная и интересная взрослая жизнь. Сегодня Московский район выпускает 1584 выпускника. И мы гордимся высоким образовательным потенциалом. Подтверждением этих слов служит то, что в этом году самое большое количество за последние несколько лет медалистов. 84 выпускника окончили свои учебные заведения с золотой медалью. Четверо выпускников серебряной. Последние звонки уже давно звенели. Позади остались экзамены. Настало время прощаться. Минуты, чтобы вспомнить все то хорошее, что подарила выпускникам 2016-го школьная жизнь. Мгновение, чтобы сказать большое спасибо. Через несколько лет они вернутся в школы, чтобы на февральской встрече с выпускниками представить себя уже в новом статусе. Статусе педагога или врача, инженера или военного. Мне бы хотелось сказать спасибо моим учителям в первую очередь за то, что они меня научили. Моим родителям за терпение. Наверное, администрации школы тоже за то, что есть наша школа такая, какая она есть. Конечно, хочется сказать спасибо учителям, которые нам преподавали. Спасибо родителям, которые поддерживали или помогали. Спасибо одноклассникам. Выпускники школы. Так этих красивых, молодых, амбициозных людей больше никогда не назовут. Ведь это праздник, который не повторится никогда, но запомнится на всю жизнь. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.